Всем приветики! 20 февраля, суббота. Коля уже свистал на работу, взял себе печенюх. Я сейчас пойду кормить свинюх. В субботу я встаю попозже, потому что приезжаю ровно к 9. Ключи от склада у меня. Мальчишки тоже подходят к 9. Но тут я понимаю, что сегодня рабочий день. Я встала немножко попозже, как в обычную субботу. Но сегодня рабочий день. И сегодня Ольга Александровна, наша бухгалтер, работает. Поэтому, если я приеду к 9, она приезжает чуть раньше и будет мерзнуть под складом, стоять. Потому что на улице у нас сколько? Минус 18 градусов. Это здесь. Там еще может быть холоднее в том районе. Потому что здесь вчера было сколько у нас? 22, а там было 29. Так что много текста, Лена. Давай быстрее собирайся и езжай на работу, чтобы Ольга Александровна под складом у вас не замерзла. Вчера уже вечером звонок по телефону. Беру трубку. Говорю, я... А, нет. Беру трубку, мне говорят. Елена Валерьевна, я говорю, я вас слушаю. А мне в трубку отвечают. А я вас не слушаю. И положила трубку. Это была баба. Я вообще не врубилась. Она звонила лично мне. Она назвала меня по имени-отчеству. Но я так предполагаю, что это звонили из тех служб, которые занимаются разводом чистой воды. Это которые службы, допустим, предлагают вам подлечить себе зубки, заняться красотой или похудеть. И значит что? Если они вас разведут на прием по телефону, вы туда приходите. Значит, вам говорят, возьмите с собой паспорт. Вот, допустим, человек, который идет похудеть. Зачем вам паспорт? А знаете зачем? Затем, чтобы на вас оформить кредит. Потому что вы туда придете, вам нальют чайку, кофейку, добавят туда какое-нибудь дурманящее средство, запутают вам мозги, предложат какие-нибудь услуги, которые вам сто лет не впали. Или пообещают, что вы там быстро похудеете, быстро вы хорошо и дешево вылечите зубы. И потом скажут, вот такая-то сумма. Вы скажете, денег нет. Они скажут, ну давайте оформим на вас кредит под маленький процент. Будете ходить, будете там лечиться, худеть, омолаживаться, что угодно. И вот таким образом вас посадят в долговую яму. Ну и хорошо, если это, допустим, фирма, организация, не знаю, как их назвать, исполнит свои обязательства. То есть никуда не исчезнет, никуда не улетучится. Вы оформите кредит, и они свои вот эти вот обязательства все выполнят. Хотя, как там худеют, так же делают упражнения, зарядка и все прочее. Никаких дополнительных каких-то там возможностей. Потому что у меня знакомые уже сталкивались с этим опытом. Ничего особенного там не будет. И опять же, чаще всего эти организации проработают недельку-две. И потом закрываются. Приходишь, поцеловал дверь, и никого нет. И я так думаю. Видите, как я долго шла к тому, что я хотела сказать. Я так думаю. Обычно, когда мне звонят и говорят, здравствуйте, вас беспокоит из салона красоты. Я даже не слушаю дальше. Я говорю, слушайте. Обычная моя фраза, потому что я так чувствую. Слушайте, как вы уже меня достали. Найдите себе другую работу. И они ведь звонят день через день. Это их работа. На самом деле, разводить людей, приглашать на какие-то там эти вот свои мероприятия лечебные. И я всем советую найти другую работу. Ну, по крайней мере, я всегда говорю, что они на самом деле достали. И поэтому, я так думаю, кого-то, видимо, из операторов я задела этой фразой. И мне решили... Давай, ученик, езжай. И мне решили перезвонить, что-то сказать, но почему-то ничего больше сказать другого не решили. И столько сказали, что они меня не слушают. Хочется ответить на эту фразу. Ну и дура. Лучше бы послушала. И на самом деле, нашла бы себе другую работу. И что самое интересное, люди ведь знают. Люди ведь между собой общаются. Ну, может быть, для кого-то информация эта проскальзывает мимо ушей. И все равно этот развод работает. Люди приходят, люди берут кредит, и все равно это выстреливает. И сейчас какое новое было у меня, новый звонок. Так, ученик, там пешеход. Где твой инструктор? Вот. Какой бы не был новый звонок, такого еще не было. Он был всего лишь один раз мне. И, ну, теперь поехали, да? Все никак? Блин. Давай, давай, улепетывай. С глаз долой, из сердца, вон. Значит, и один такой звонок был мне недавно. И один директору нашему тоже при нас звонили. Значит, чего? Звонят с номера, не с банковского. Звонят и говорят, вашу карту заблокировали для того, чтобы выяснить обстоятельства. Или разблокировать карту. Перезвоните по этому номеру. То есть, звонит автоответчик. Если мы перезвоним по этому номеру, то какая-то цепочка развода дальше пойдет. Естественно, никто никуда ничего не перезванивал. Кстати, этот номер, который вот звонила девушка, которая сказала, я вас не слушаю. Езжай, езжай. Или куда ты? Эй, Яндекс.Такси. Я тебя, бляха-муха, не пускала сюда. Я думала, ему туда надо. Ну, ладно, уже залез. Вот, тот номер, с которого звонила девушка, которая меня не слушала. Номер определился. Все нормально. Я могу спокойно по нему перезвонить. И с этим человеком поговорить. То есть, это никакой не скрытый номер. Так интересно, что это была за фишка, за такой подкол. Я так и не поняла, зачем. Представляете, как начала собирать монетки со всякими городами, всякими датами. И чего? И они перестали мне попадаться. Сейчас опять сижу, перебираю. Обычные монетки есть, а необычных нет. Ну, что такое? Что за закон подлости, елки-палки? А я что купила? Что купила? Тут подарочки на 23-е. Подарочки на 8-е марта. Приедем домой, с вами посмотрим. Я уже дома. И спасибо Наташе за идею для подарков. Она выбирала подарок и советовалась со мной. И она выбирала тельняшку. Ни Коле, ни Андрею нет. Просто я эту идею для подарка взяла себе и заказала тельняшку для Коли на Озоне. Сейчас заезжала на Озон. Получила. Гляньте, какая хорошая тельняшка. Я, прежде чем заказывать, почитала отзывы, заказывала теплые тельняшки. Это у Коли 52-й размер и заказала Андрюхе. Это 48-й размер. Тельняшка двойной вязки. Очень теплая. Состав 50% хлопок, 50% шерсть. Сами понимаете, что состав замечательный и тельняшки здоровские. Поэтому завтра, наверное, с Колей передам для Андрея. Он увидится с Андреем на работе. Они попадают в одну смену. И передам для Андрея тельняшку. Еще кое-что в подарок. И сейчас покажу, что у меня было в коробочке. Посмотрите, какая прелесть. У нас женщина-оптовичка. У них магазин. Там, помимо колбасы, много всякого чего. В том числе и сладости. И она просто чисто случайно в разговоре затронула эту тему. И мы посмотрели фотографии. Заказали. Заказала я. Заказала бухгалтер. Заказал даже директор. Она нам привезла. Это на 23 февраля. Это все шоколад. Посмотрите, какая прелесть. Это все производство саратовское. Цена, не скажу, что дорого. Я не помню, сколько чего стоит. Но вот это, по-моему, 120. Вот это 160. Ну, что-то в районе того. 120-160, не больше. Самое дорогое из этого. Вот это вот туфелька. Это тоже шоколадная туфелька. Она стоит 360 рублей. То есть, это самое дорогое. Я взяла сразу и на 8 марта. Ольга Александровна вообще хотела 6 таких туфель. А, нет, 5 хотела она взять. Я 3. Оставалось 6. Мы взяли пополам. Я 3 туфельки. Она 3 туфельки. Что кому дарить буду, я пока не решила. Поэтому все показываю на видео. Я понимаю, что те, кому я буду дарить, могут это видео посмотреть. Но так как я сама еще пока не решила, кому я чего буду дарить. Поэтому показываю все оптом. Ни мужчинам не решила, кому чего. Ни женщинам, кому чего. Кстати, для женщин у меня подарки еще есть. Их я не показывала. Туфелек вот этих у меня 3. Раз, два, три. Я с коробкой приехала. Все было завернуто. Вот такие вот красивые тоже штучки к 8 марта. И вот такая подковочка на открыточке. Музыкам что? 100% мужик. Вот такие вот погоны. Самый лучший в мире папа. Ну тут уже без вариантов все понятно. Вот такой танк. Танк, наверное, может Феди. Пока думаю. Настоящий мужчина. Тоже вот это 100%. Это настоящий. Короче, это все вкусненько. Это все сладенько. Это все оригинально. Думаю, классные подарки. Так, хочу мне выбрать Андрюхи. Андрюхи тельняшку. И положу-ка я ему погоны. Вот, Андрею я уже выбрала. Все, остальное я буду думать. Привет. Я не пойму, что Гулька делает второй день. Но мне кажется, она делает подкоп. Ты что здесь разгребаешь постоянно мне все? Ну? Что разгребаешь? Все на пол лететь. А заметать буду. Ты что разбойничать начала? Так, а у меня есть коробка одна свободная. Сейчас я ее в коробку поставлю. Может, меньше будет полет всякого мусора. Гляньте, что, если бы не баннер, это бы все было на полу. Сейчас я, наверное, поставлю в коробку. И как мне советовали в комментариях, еще обмотаю где повыше пищевой пленкой. Все, корочка в коробке, обтянула пленкой. А теперь можешь бортачить сколько хочешь. Уже на пол не полетит. Алена сейчас подметать будет. Ты моя мосечка. Ты моя мосечка. Залез, да? Залез, пока тебя не выгоняют. Решенька. Лежи, лежи. Лежи, мой хороший. Так лапочки свои сложил. Сложил лапочки. Лежит. Сено на голове. Ничего страшного. Мы заняли норку. И мы там сидим, пока вот этот вот бандит что-то там кушает. Хаюшка опять на шушке спит. Нормальное явление, да? Так удобно вам, девушки? Уже вечер. Собираю Колю завтра на работу. Ему во вторую смену. Ничего больше я не снимала. Сидела с ним в комнате. Я сидела за ноутбуком в наушниках. Он смотрел свои передачи по телевизору. Что делает и сейчас. Включил поле чудес. Уже 100 лет его не включал. Снимать уже точно сегодня ничего не буду. Завтрак 7 утра снова на работу. Вот. Так что всем покусики. Всех люблюсики. И до новых видусиков.